Во многих странах мира прошли торжества, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. Пинчина не осталась в стороне. Больше века назад здесь пролегла линия фронт. На протяжении трех лет Полесская земля вздрагивала от снарядов противника. Немало пинчан защищали родину в рядах императорской армии. В ночь с 14 на 15 ноября 1915 года партизанский отряд русской армии с помощью местных жителей разгромил крупный гарнизон и пленили немецкого генерала в районе деревни Невель. 20 участников этой операции были награждены Георгиевскими крестами. Посмертно был произведен в подполковнике и награжден орденом Святого Георгия командир одного из отрядов, уроженец Могилева, капитан Степан Леонтьев. 11 ноября память участников Невельской операции увековечили. В деревне у православной часовни организовали митинг. В нем приняли участие представители власти, общественных организаций, военнослужащие и местные жители. В торжественной обстановке была открыта мемориальная доска. Таким образом, на черном граните увековечили события Невельского боя. Инициатива воплотилась в жизнь благодаря усилиям историко-патриотического клуба «Поиск» городской и районной власти. На мероприятии председателю сельсовета передали копии архивных документов. Там информация о участниках операции и документы из лазарета о гибели героя Степана Леонтьева. В одной из копий его императорское величество соизволило дать следующий приказ. Наградить орденом святого великомученика и победоносца Георгия 4-й степени 11-го Уландского, Чугуевского, Ее Величества Государни Императрицы Марии Федоровны, полковника Андрея Остроградского, за то, что, будучи в чине подполковника и состоя начальником партизанского отряда, 15 ноября 1915 года искусно организовал план набега в тыл противника на Невель и, блестяще выполнив его, лично предварительствуя отрядом и ободряя подчиненных, после чего подруженным огнем противника умело вывел отряд из тяжелого положения. В свою очередь председатель Хойновского сельсовета поблагодарил организаторов и участников за работу. Но без прошлого, как говорят, нет будущего. Поэтому сегодня я хочу от имени наших жителей деревни Невель, это очень многочисленный уже населенный пункт, я хочу поблагодарить организаторов праздника этого сегодняшнего, этого мероприятия. Спасибо вам всем, что вы приехали на нашу землю. Невельская операция или Невельский разгром значится в энциклопедии о Первой мировой войне. Упоминается во многих польских источниках, немецких. В Российском историческом архиве участники клуба «Поиск» смогли найти документы, где рассказывалось о событиях тех лет. В их планах создать на Пищине хороший туристический маршрут по Первой мировой войне. Давно мы знали про это значимое событие в деревне Невель, но как-то это было все забыто, никто ничего не оповещал про эти события. Но к столетию окончания Первой мировой войны мы все-таки решили клуб «Поиск». Поддержал нас Пинский горисполкон, райисполкон. Все-таки увековещать эти знаменательные события. Вот вы увидели сегодня, что мы поставили памятную доску в каплице. А также у нас еще предстоит, можно сказать, действительно еще впереди Невельская операция. Это привести в порядок это кладбище, этот обелиск, все восстановить, как в прежнем виде. Значительную помощь в поиске сведений о Невельской операции оказал военный журналист-историк-пинчанин Владимир Заворожкин. Я давно интересовался историей Пинщины и историей этого боя, который происходил здесь в 2015 году. Это одна из самых ярких акций Первой мировой войны. Она касается именно нашей родной земли Пинщины. 27 ноября 2015 года здесь произошел партизанский бой. Партизаны с помощью местных жителей разгромили находившиеся в Невеле штабы трех немецких полков, взяли в плен немецкого генерала Фабариуса. В этом бою участвовали и добровольцы, и местные жители. Операция закончилась с большим успехом, но все было забыто и понадобился труд историков и энтузиастов. И следы этой земли, которой молчали практически 100 лет, заговорили.